Hi there! It's English with Peter. What? English, motherfucker! Do you speak it? Yes! You appear to sigh out of the blue, stay at his house, have dinner with his family. Откуда ни возьмись, ты появляешься рядом с ним, остаешься в его доме, ужинаешься с его семьей. Итак, друзья, а сегодня мы познакомимся с вами с фразой «Искупить вину, загладить вину». «Сделать все, чтобы пометиться». По-английски эта фраза звучит как «make it up to you». Итак, фраза дня на сегодня – «make it up to you». Фраза, ну просто мега популярная, вы просто не представляете, как часто ее используют. Подготавливая материал к этому выпуску, в моем распоряжении буквально было сотни примеров, поэтому у меня был выбор. Сегодня никаких сериалов, примеры будут исключительно из фильмов. Поехали знакомиться с примерами. Первый отрывок будет из фильма «Всегда говори да» с Джимом Кэдди. «Дружище, я так виноват перед тобой, я совсем забыл про это. Послушай, я заглажу вину перед тобой, я обещаю». Ну и потом он продолжает. Слово даю, выбирай день. Любой день, какой захочешь. Мы пойдем и надеремся в Зюзю. Занимательное слово «свашбакл». Очень занимательное и редкое слово, и переводиться оно может по-разному, в зависимости от контекста. Но зачастую имеет значение, как делать что-то отвязное, эдакое, как сорвиголова. В данном случае все похождения, которые могут быть связаны с мальчишником. Идем дальше, эпизод из свеженького фильма «Лара Крофт». Терри, послушай, я верну все, что должна тебе. Я обещаю, я заглажу вину перед тобой. Поехали дальше. Отрывок из шедевра мультуиндустрии «Король лев». Симба говорит «Нет, Шрам, я не такой, как ты». На что дядя Шрам отвечает ему «Ох, Симба, спасибо тебе, ты такой благородный. Я заглажу свою вину перед тобой, я обещаю». Двигаемся дальше. Два отрывка из крутейшего боевика 90-х с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой. «Я заглажу свою вину перед тобой и Джейми, я обещаю». Ну и эпизод номер два. Это я поставил тебя в такое положение и, пожалуй, я никогда не смогу искупить свою вину перед тобой. А мы идем дальше, послушаем, как говорит Шварценеггер. Рождественский фильм «Подарок на Рождество». «Ты прав, я действительно облажался с этим». Ну и потом он продолжает. «Прости меня, мне правда очень неудобно перед тобой». Как думаешь, позволишь мне заглазить свою вину перед тобой? Идем дальше. Отрывочек из фильма с Кэтрин Зеттей Джонс. «Вкус жизни». Супер картина. Крайне рекомендую, если вам нравится сочетание еды и драмы. «Зои, прости меня, я жутко накосячила. Я знаю, что делаю все неправильно. Но я очень стараюсь, слышишь?» Ну и потом она продолжает. «А почему бы тебе не подумать? Что бы я могла сделать для тебя, чтобы загладить свою вину?» Второй раз подряд нам встречается супер популярная фраза «I blew it». «I really blew it. I totally blew it». Вообще blow переводится как «дуть». Ну или иногда «взрывать». Но фраза «I blew it» переводится как «я что-то сделал не так, накосячил, испортил». Идем дальше. Пример из отличнейшего триллера с Беном Аффлеком «Исчезнувшее». И если ты вернешься, я обещаю, я буду проводить каждый день, стараясь загладить свою вину перед тобой. Идем дальше. Отрывочек из свеженького фильма «Ночные игры». Ремейк супер крутого фильма «Игра» с Майклом Дугласом. Знаю, отрывок был непростым. Он говорил чрезвенно тихо и непонятно. Давайте еще разок послушаем, потом разберем текст и потом еще раз послушаем. Именно по этой причине я старался загладить свою вину перед тобой. Для этого всего я устроил все эти ночные игры. Видишь, я даже подстроил так, чтобы ты выиграл на них. Идем дальше. Эпизод из фильма «Шоу Трумэна» с Джимом Кэрри. Все эти годы коту под хвост. Но, сынок мой, я заглажу вину. Я клянусь. Следующий пример будет тоже с неподражаемым Джимом Кэрри. Но на этот раз фильм «Брюс всемогущий». Согласен, я накосячил, но могу ли я загладить свою вину? Да! Почему бы тебе не купить мне лодку, Брюс? Видите, если вы где-то накосячили, кроме фразы «I blew it», вы можете использовать «I screwed» или «I screwed up». Ну и завершающий примерно сегодня фильм «Старый Новый Год». Лучшее решение, которое я когда-либо делал в своей жизни, это попросить твоей руки и сердца. А худшее – это когда я сбежал от тебя. Ну и потом он продолжает. Я собираюсь заглаживать свою вину ровно столько, сколько потребуется. Итак, друзья, фраза для на сегодня – «загладить вину». Напомню, если бы вы хотели более основательно потренировать фразы из сегодняшнего выпуска, вы можете скачать к холоду с антаркетными карточками, перейдя по ссылке внизу в описании к этому видео. Ну и напоследок «Домашка» – тренируем понимание на слух. Сегодня эпизод будет из фильма «Джази только девушки». Для тех, кто с нами недавно, видеоотрезок будет повторяться четыре раза, никаких субтитров. Ваша задача – услышать, что же там было сказано. А внизу в комментариях можете поделиться, что же вы там услышали на английском языке, а в следующем видео-краташе мы все разберем. Спасибо вам за ваши просмотры, друзья. Я рад стараться для вас. А мы увидимся уже скоро. Stay tuned, guys. See you later. I'll make it up to you. You're making it up pretty good so far. Мелли, baby, I'll make it up to you. You're making it up pretty good so far.